Игра от польских разработчиков Люди Могут Муху вышла 1 апреля и на всеобщее удивление собрала вполне нешуточную аудиторию на старте, обскакав в Steam по этим показателям Borderlands 2 и 3. Я пока еще только прикидываю делать видео по этой игре более-менее регулярно или нет, прокачиваю своего трикстера и разбираюсь в тонкостях игры, однако в этом ролике поделюсь самыми простыми советами и фишками, о которых возможно ты не знал, но которые помогут тебе освоиться в игре в самом начале, даже на этапе прохождения сюжетки. Ну и если хочешь видеть ролики по Outriders на моем канале, ставь лайк и пиши комментарий. Для начала, любому новому игроку в Outriders нужно знать, что тут не надо бояться рисковать и париться с выбором класса или с тем какой скилл качать. Игра очень лояльна к гибкой настройке, вы в любой момент сможете изменить свои навыки, переключиться на персонажа нового класса, изменить внешность своего героя и даже бесплатно отменять прокачку той или иной способности в древе навыков, которая в первые минуты игры может напугать всех, кто не играл, например, в Path of Exile. То есть прокачался ты верхнюю ветку, не понравилось, отменил и перекинул скиллы в другие ячейки, в любой момент и бесплатно. Максимально, кстати, можно открыть лишь 20 навыков. После того, как вы пройдете пролог, вы сможете пропускать большую его часть при создании новых персонажей, так что проходить одну и ту же сюжетку на каждом созданном персонаже не придется. Уровень сложности Outriders зависит от уровня мира, вы сможете выбирать и менять его прямо в стартовом меню. От сложности мира зависит не только сложность самих миссий, но и уровень наград и количество получаемого опыта. Однако, на начальных порах я бы не советовал завышать уровень. Проходите сюжетные задания на первом или на втором уровне мира, чтобы прокачаться и поскорее перейти к постсюжетному эндгейм контенту. Сайд-квесты тоже лучше не игнорировать. Некоторые из них не только принесут награду в виде снаряжения, но и могут добавить новых торговцев с регулярными эксклюзивными скидками. Кроме того, сайд-квесты не занимают много времени, зато они реиграбельны, а значит вы можете перепроходить их для получения опыта, например. Восстановление здоровья в Outriders в основном работает через использование способностей вашего класса. Притом, способ отхила отличается для каждого класса, так что после того, как вы начнете играть, сразу разберитесь, как именно ваш персонаж восстанавливает уровень своего здоровья. Разрушитель и Трикстер, например, отхиливаются только вступая в бой с противниками на близней дистанции. Не экономьте свои способности, они восстанавливаются очень быстро, а многие противники гораздо быстрее погибают именно от ваших навыков, чем от простой стрельбы. А вот патроны, наоборот, иногда могут оказаться в дефиците. Чтобы такого не произошло, чаще собирайте ящики с боеприпасами, разбросанные на протяжении миссий. Кстати, вы можете с их помощью ускорять перезарядку оружия, он автоматически дозаряжает ваш магазин, так что в какой-нибудь схватке будет удобно подойти к ящику с патронами и прожать его во время перезарядки, чтобы отменить эту анимацию. Если вашего персонажа подожгли способности противника или какой-нибудь огнемет, используйте перекат, чтобы потушить пламя. Кстати, играя на клавиатуре, перекат может сработать при двойном нажатии кнопок управления WASD. Абсолютно все классы могут использовать любой тип оружия, но все же обязательно обращайте внимание на скиллы, присущие вашему классу. Например, Трикстеру не особо-то выгодно оставаться на дальней дистанции со снайперской винтовкой, так как все его обилки заточены на ближний бой, включая, как я сказал, восстановление здоровья. В игре вы будете иногда натыкаться на мощных противников, которые способны восстанавливать свое здоровье или применять особые атаки, которые будут для вас большой проблемой. Эдакие чемпионы. Так что вам будет очень важно знать, как прервать их каст-атаки. Для этого, когда вы увидите полосу над шкалой здоровья врага, пробуйте атаковать его разными способностями и наблюдайте, какая из ваших атак прерывает его каст. Вы также можете изучить описание своих способностей в меню навыков, чтобы проверить, какие из них могут прерывать каст. Если в вашем распоряжении есть несколько способностей прерывания, тогда старайтесь чередовать их в схватках с такими противниками, поскольку мощные враги могут адаптироваться к вашей стратегии боя, и тогда они станут устойчивыми к какой-то из ваших способностей, которую вы применяли против них слишком часто. В меню параметров есть очень удобная опция, отрегулировав которую, вы сможете менять редкость снаряжения, которое ваш персонаж будет подбирать автоматически, без необходимости подходить к нему на поле сражения. В самом начале игры я бы советовал установить его на самый базовый уровень, чтобы даже обычные предметы из сундуков сразу попадали в ваш инвентарь, а вот позднее можете ее отключить. Хотя зачем? Ведь за разбор снаряжения вы будете получать ресурсы, которые позже сможете применять в изготовлении улучшений оружия. В начале игры лучше всего продавать свое обычное и необычное снаряжение, вместо того, чтобы просто разбирать его. А вот когда вы разблокируете крафтинг, стоит кое-что изменить. Вы по-прежнему продолжаете продавать свое обычное снаряжение, а вот необычное лучше сначала прокачать до редкого и лишь потом распылять, поскольку разбор редких предметов позволяет получить больше модификаций в вашу коллекцию и материалов для создания другого снаряжения. Для начала советов думаю хватит, дальше будет больше интересных тем, но только если вам понравится это видео и вы проголосуете за продолжение. Аутрайдерс очень плотно завязаны на построении билдов и развитии способностей, так что простор для фантазии тут есть. Пишите что думаете об этом в комментариях, увидимся в следующих роликах, до связи.